Приветствую вас, Василий, и нет, не надо, не надо избавляться от этого ощущения, от этого чувства, который у вас сейчас вместо быть, потому что это свидетельство, это свидетельство того, что у вас есть определенные проблемы, это свидетельство того, что у вас есть определенные трудности, это свидетельство того, что вы в определенной степени не перешили еще разрыв с бывшей своей девушкой, ну, которая, кстати говоря, возможно, еще есть у вас в сердце, вот, которая есть же у вас в душе, и которую вы вполне вероятно не можете еще забыть, вот. Ну, не можете, и, может быть, даже не хотите, а может быть, у вас не получается, вот, это не так важно на самом деле, вот. То есть, факт остается фактом, что отношения проще влияют на ваши отношения, настоящие, что не может нравиться ни вам, ни девочке вашей, конечно. Поэтому, в первую очередь, я предлагаю вам разобраться с тем, почему у вас случился болезненный разрыв, прожить его до конца, суть по всему, для вас это было травмой, вот. Достаточно серьезные травмы, раз вы до сих пор помните об этом, не забыли. Сделать выводы необходимые для того, чтобы такой ситуации не повторилось больше. И, значит, соответственно, посмотреть, какие проблемы, какие аспекты вскрыло, вскрыло вас, ну вот, собственно, данное происшествие, то есть, ну, что оно вскрыло, вскрыло вас, конкретно? Какие проблемы? Ведь, наверное, не будете спорить с тем, что, ну, что какие-то проблемы все-таки вскрыло, вскрыло вас это. Ну, соответственно, это проблемы какие-какие? Страх одиночества, да, значит, непринятие себя, страх боли, вот. Отсутствие, возможно, чувства собственной значимости, вот. Хотя это, конечно, ну, это, конечно, не точно, вот. Но, тем не менее, тем не менее. Несмотря на то, что это не точно, в принципе, вполне может быть. Вполне такая реальность, вполне может быть, вот. Поэтому я вам очень рекомендую обратить свое внимание вот на эти аспекты. Ну, это вот, скажем так, в первую очередь, да, это вот в первую, в первую, в первую, в самую первую очередь, в очередь. Вот. Значит, дальше, дальше, дальше. Вы говорите, что вы не можете теперь строить, значит, планы на будущее. Говорите вы. Вы боитесь. А чего вы боитесь? В первую очередь. То есть, здесь, мне кажется, нужно обязательно смотреть на то, что, может, ну, что именно стоит за вашими страхами, что именно случится, если девушка, например, бросит вас. То есть, ну, что произойдет, да? Вот. Мне кажется, что это тоже нужно обязательно изучить. Вот. А дальше, значит, не выпишите ни осиленный разрыв. Кстати, а неожиданность, неожиданность разрыва, может быть связана неожиданность разрыва, может быть связана только с тем, что вы не были сфокусированы на проблематике. Вот. Неожиданность разрыва, может быть связана только с тем, что вы не были сфокусированы на том, что происходит. Вот. И, соответственно, соответственно, я думаю, что вам можно и нужно в этом направлении тоже подумать. Вы боитесь подбирать контроль. Вы сейчас стремитесь к контролю. Вот. Ну, как бы это ключевой аспект, да? Это ключевой момент. Вы стремитесь к контролю. Вот. Но стремясь, соответственно, к контролю, вы себе же вредите сами. Вот. Поэтому представьте себе, представьте, просто представьте себе, что вы все-таки остались, ну, все-таки остались один. Так, что девушка все-таки, ну, все-таки бросила вас. Вот. Представьте себе данный аспект. Вот. И подумайте, подумайте, что произойдет... То есть, что вы будете чувствовать в этот момент, вот. Мне кажется, что здесь, здесь, да, ну, кроется один из ответов, один из ответов на ваши, на ваши вопросы. Вот. Понятно, да? Надеюсь, о чем идет речь. Так, вот страх быть брошенным. Страх быть брошенным. Это из детства. Идет, ну, как правило. Подобная, ну, подобная проблема. Подобный страх, он идет из детства. Вот. Соответственно, я думаю, что вам, вам надо бы изучить здесь свои детские и родительские отношения. Вот. Потому что страхи, это ваш, ваш, ну, ваш внутренний ребенок переживает страх. Вот. Хотя страхи, но ничего, в принципе, не происходит. Вот. Тем не менее, разрыв с девочкой был болезненный. И я полагаю, что, опять же, именно в том, почему разрыв случился, именно в том, почему разрыв стал возможен, вот. Номер разобрал. Я так думаю, что на это повлияло тот факт, что вы боитесь быть брошенным. Вот. Я так думаю. Ну, потому что, знаете как. Вы боитесь быть брошенным. Уделяете много внимания и отношениям. Вот. Человеку рядом с вами. Возможно, ревнуете его. Возможно, как-то еще себя ведете. Ну, как-то. Как-то. Вот. Что по итогу девочку утомляет. Ну, что, в принципе, по итогу, наверное, любого, любого может утомить. Вот. Если это, ну, связано с тем, что вы не даете, там, свободы человеку. Вот. Ну, свободу, опять же, свободу достаточно для того, чтобы человек чувствовал себя адекватно. Да? Хорошо. Вот. Я думаю так. На этом все. Нужно разбираться. С тем, что происходит. Нужно разбираться с вашим страком. Вот. Нужно анализировать, исследовать. Это индивидуальная работа. Избавляться не нужно. Наоборот, наоборот, это сигнал вашего сознания. Так ваше сознание сигнализирует о том, что у вас есть. Ну, проблемы. У вас есть ряд сложностей. Вот. Которые вам необходимо разобрать. И вполне возможно, что до тех пор, пока вы не разберете эти сложности, да, до тех пор, пока вы не станете более независимым, более свободным. Вот. Возможно, что до тех пор вам в отношении лучше, ну, лучше не вступать. Вот. Потому что, ну, будете себя мучить, да. Будете мучить, собственно, девочку. Такая не очень хорошая история. Так что, надеюсь, вы меня поняли. В том плане, что не нужно. Не нужно, значит, избавляться от этого. То, что есть, все, что вы сейчас чувствуете, все это можно и нужно использовать. Вот. А, значит, используйте это для того, чтобы извлечь выводы, для того, чтобы стать более зрелым. Вот. И я уверен, что тогда у вас все будет хорошо. Ну, естественно, что, возможно, для этого вам потребуется помощь, конечно. Потому что, сами вы можете не справиться. Вот. Это нормально. Это нормально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!